В Омске подвели промежуточные итоги внедрения федеральных стандартов в общеобразовательные программы детсадов, школ и специализированных учреждений города. Этому посвятили первую крупную научную конференцию. Педагоги высказали свое мнение о новом процессе обучения, назвали плюсы и минусы на примере собственного опыта. Подробности у Ксении Тойчкиной. Коридоры 24-й школы пустые, и это логично, ведь у детей каникулы, а учителя не расслабляются. В кабинетах здесь сегодня нет свободных мест. Педагоги обсуждают федеральные государственные стандарты. Изменения в системе образования Омска начались в 2008 году. Первыми эксперимент приняли школы. Как оказалось тогда, к новому процессу обучения никто не готов. Ученикам не хватает самостоятельности, учителям – навыков проектной и исследовательской деятельности. Спустя 9 лет вопросы остаются у многих. 800 педагогов города пришли сегодня на конференцию за ответами. Татьяна Говорова подготовила доклад о смысловом чтении в математике. По ее мнению, пока овладеть этой дисциплиной у школьников получается слабо. Учащиеся читают текст, но невнимательно, то есть без применения смысла. И возникают такие проблемы, которые, скажем так, ребенок отвечает не на тот вопрос, даже который поставлен в задании. То есть он выполняет, да, задачу. Он находит ответ, но он не находит то, какой не отвечает на поставленный вопрос. И вот сейчас, да, я хотела бы и этим опытом поделиться, и, наверное, увидеть и услышать, что предложат мои коллеги. Поделиться опытом в освоении госстандартов готова директор гимназии номер 84 Лариса Горошенко. По ее словам, коллективу учреждения удалось освоить и внедрить требования федерального министерства. Алгоритм работы следующий. Учитель очень аккуратно строит, можно сказать, технично строит траекторию развития ребенка в образовательном процессе, в воспитательном процессе, работу с родителями. То есть очень-очень аккуратно. То есть ребенок может даже иногда и не понять. Выходит, что ребенок сам главный, сам важный, а учитель ему помогает в этом. Иными словами, ребенок теперь должен сам познавать окружающий и научный мир. Учитель лишь помощник. Так с детьми начинают работать с детского сада. И это вызывает негатив у родителей. Мы с вами привыкли, мы ходили с вами в детский сад, где мы приходили, нас садили за столики, давали нам всем одинаковые листочки, солнышки и говорили, мы сейчас-то будем клеить. И мы знали. И вроде как бы мы видели вечером, за нами приходили наши мамы и папы и видели на шкафчиках выставку, что вот здесь мы слепили из пластилина, здесь мы склеили, здесь мы нарисовали. Сейчас такого нет. И многие родители сразу говорят, вы не занимаетесь детьми. А не занимаемся почему? Потому что нет вот этой вот единой выставки. Потому что сегодня вот этот ребенок, он захотел лепить. А этот ребенок захотел резать ножницами. А этот ребенок захотел рисовать. И мы с ними должны выстроить вот эту работу. Не все одновременно погружаются в это, не все одновременно сумели это оценить. Люди живут в разных условиях. Каждый себе, возможно, ставит другие перед собой задачи. Поэтому есть разночтение. И чтобы оно стало общим достоянием нашей общепрозавательной школы и вообще подготовки молодых людей, наверное, потребуется время. Пока учителя внедряют новые методы обучения, чиновники ломают голову, что делать с будущими выпускниками. В 2017-м по плану к эксперименту должны подключить десятые классы. Однако, по словам Екатерины Спеховой, для этого не хватает методических материалов. Поэтому, возможно, с нововведениями в программе придется повременить, чтобы школьники могли успешно сдать единый экзамен и поступить в ВУЗ. Ксения Тойчкина, Максим Мартынов, Антенна 7.